доброго времени суток мои котики с вами монтейка и сегодня мы поговорим про пиар и маркетинг как явление которые сейчас крайне важны для художника я смотрю очень много видео на тему маркетинга я часто об этом говорю что помимо всего прочего я занимаюсь введением социальных сетей не только для себя но и других людей почему собственно я меньше акцент ставлю на свои соцсети есть рабочие проекты вот и ими нужно заниматься в первую очередь потому что так меня вырастет сначала работа за как только платят а потом приходит вот но если я что-то вижу я обязательно это тестирую сначала на своих соцсетях то есть если инстаграм выкат обновление такое мне уже доступно я сначала затестирую его на своей соцсети а потом выставлю куда-то еще теперь почему я сказала пиар и маркетинг потому что я наблюдаю уже не раз и это нормальное абсолютно явление что эти понятия немножко путут да то есть когда слышим пиар мы часто думаем про маркетинг и это на самом деле нормально я не раз об этом говорила и с друзьями которые работают в маркетинговых конторах и говорят что их часто называют пиарщиками но это не совсем так и в принципе русское слово пиарщик но ассоциируется больше с маркетологом они с пиарщиком ну наверное потому что она звучит так вот а мы очень часто привыкли использовать слова потому как она звучит опять же в этом нет ничего плохого очень многие слова исторически меняют свои свойства как раз потому что в какой-то момент нам становится удобнее использовать нужно так вот они иначе теперь что такое пиар и что такое маркетинг да то есть когда мы говорим про пиар мы говорим про взаимоотношения с аудиторией пиар public relations это ваше отношение с вашей аудиторией и ваш имидж перед аудиторией я говорю не только про подписчиков я говорю про абсолютно любого человека который проходит мимо вашей персоной на будь то образ в сети либо образ реальной жизни все что угодно тут вот ваша картинка ваш образ и под образом вы всегда подразумеваете не только визуал и подразумевает о чем вы рассуждаете как мир усышенный эти и чаще то как вы чем-то рассуждаете на ваш имидж влияет гораздо больше чем то о чем вы рассуждаете это очень важно если мы с уверенностью рассуждаем даже самые незначительные какой-то проблеме она может сыграть нам на руку потому что с уверенностью мы на этом акцентируемся именно поэтому я всегда говорю ребятам что я очень четко слежу за тем что я выпускаю в своей соцсети какое мнение я выпускаю почему какие-то темы не не затрагивают а это как раз таки пиар то есть это мой имидж перед любой захотящий проходящий подписанными аудитории для меня важно чтобы мой имидж воспринимать правильно так как я этого хочу потому что очень легко очень легко свою вот эту картинку свое имя чего очень легко спортишь это может быть один пост неважно если до этого пять лет вы были просто идеальным человеком да это плохо да это иногда бесчеловечно вот в таком мире живем это нужно просто принять и уповать на то что ваша история та которую вы собрали будет понимающей позволит вам делать ошибки потому что есть ситуации когда эти ошибки не позволяют но опять же если случается ошибка в пиаре то мы переходим следующий отдел кризис менеджмент потому что пиар это про превентивные меры кризис менеджмент это про активные меры про меры когда уже что-то случилось теперь что такое маркетинг маркетинг это то что мы подразумеваем когда мы чаще всего говорим к пиар маркетинг это фактически теги реклама да то есть когда мы говорим про маркетинг мы говорим про способы продвижения это не пиар это именно маркетинг то что пиар это то чем мы являемся по сути в сети а будто картинка буду текст общий образ они неразрывно связаны это важно именно поэтому и очень часто путь потому что они как одно целое вот просто отвечают за разные функции маркетинг это именно про продвижение это то где ты что-то выставил это то с какими людьми ты поговорил это то с кем-то взаимодействовал это участие в каких-то в каких-то челленджах это участие да то есть когда мы говорим про например участие в дюти с популярного художника и шанс попасть к ним в stories то мы говорим не про пиар мы говорим про маркетинг это бесплатный маркетинг когда мы говорим про платный маркетинг это уже реклама но опять же если делать правильно это все равно часть вашей маркетинговой стратегии вот я понимаю что это все сложно понять должнику который просто хочет рисовать и который просто хочет чтобы красивые картинки получали лайки в сети и он получал от этого заказа к сожалению или к счастью реальная жизнь так не работает и она так не работает очень очень давно с первого момента когда появилась первая реклама другое дело что смотрите маркетинг это больше стратегическое расположение своего продукта там где его может найти желаемый потребитель соответственно если вы являетесь частью фандома то том что вы берете заказы камешком например поэтому фондома вы объявите на соответствующем форуме или в соответствующей группе или в соответствующем чатике не пойдете из фандома ари поттере на бизнес на бизнес страничку нет вы пойдете на какой-нибудь сайте где вы сидите вашей группы и скажете оп ребята у меня есть свободные места назначат комишны в стиле фан-арта просто как пример теперь если мы говорим про социальные сети то есть пиар это вообще или маркетинг давайте будем честны вот инстаграмм как youtube что смотрите повторюсь то как вы себя подаете то кем вы являетесь это пиар то какие теги вы используете в какой ниши вы себя относите через то что вы говорите это маркетинг то есть то что я сейчас вам объясняю приписывать меня к ниши ну грубо говоря и самому то что я говорю это уже маркетинг то есть это расположение своего образа там где меня может найти не целевая аудитория то есть опять не работают вместе и это нужно понимать потому что с правильным подходом к своему имиджу можно найти правильный подход и к своему маркетингу и нужно понимать что вы не можете делать одну не делать другое они автоматом переплетаются просто нужно понимать какая часть отличается что это точно также вот у вас есть руки ноги и голова то образно примерно так тот же функционал то есть ну например пиар это ваша голова маркетинг это ваша ночь голова подумала ночь пошли все так это работает это очень базовый у меня меня не бомбит когда их путают просто мы зачастую очень неправильно рассуждаем о подходе к использованию о подходе к методам и о том что важнее для художника потому что если вы посмотрите на успешных художников и иллюстратор например в инстаграме то это люди у которых может быть не всегда правильная маркетинговая стратегия но всегда присутствует хороший пиар это всегда очень такой собранный образ это всегда очень органичный образ человека то есть не к чему придраться это как создавать персонажа и здесь очень важно понимать что если у вашего персонажа плохо прописан лор то он не будет интересен всем то он вызовет больше вопросов чем ответов и это тоже очень важный пункт то есть вы должны давать больше ответов своим образом чем вопросов потому что вы будете отвечать на вопросы вашей аудитории это то как вы взаимодействовать это как раз таки вашу область что вы отвечаете как вы отвечаете когда говорят договорят опять же про черный пиар маркетинг на каких-то негативных ситуациях то есть опять же фраза про любая реклама это реклама да то есть мы сейчас не уходим в платную рекламу потому что да это часть маркетинга да это может часть вашей стратегии но я сразу хочу сказать что если вы не разбираетесь в торги если вы не хотите в этом разбираться то лучше если вы не будете брать платную рекламу в соцсетях я сейчас говорю про именно продвижение самим инстаграмом самим фейсбуком самим пока и так далее если вы не хотите разбираться в своей целью истории если вы не хотите разбираться в тех людях которым выплатит которые будут платить также лучше не брать платную рекламу в сообществе и у блогера не нужно вы просто потратите деньги на воздух почему потому что нужно четко понимать кому вы себя преподносите как вы себя преподносите и кого вы ждете от этого если и если вы все-таки берете рекламу вы должны понимать кого вы их уберете потому что мне раньше очень часто в инстаграме предлагали рекламу паблики все мы знаем так вот инстаграмные паблики с картиночками которые собирают разных художников и нагоняют себе значит большую аудиторию потом продают слоты рекламные типа мы постим ваш постом на 24 часа или навсегда и вот вам прайс я скажу так больше 50 процентов таких пабликов наполнены ботами это раз больше больше 90 процентов из них имеют 50 процентов плюс аудитории ненастоящий это нагнано гивами это награно авто подписками это награно серыми и черными методами опять же маркетинг продвижение то есть это все автоматически набранная аудитория и это очень просто увидеть когда вы заходите в паблик который по идее популярный ну например 100000 подписчиков образ но при этом вы его ли ставите и вы видите там по 100 лайков посмотрите стандартно при хорошем взаимодействии у паблика должно быть хотя бы пять процентов отклика да если это меньше 50 процентов то мы берем в учет то что все остальное это будет просто боты которые автоматом пригнаны они никак не взаимодействуют все они никак не взаимодействуют со сообществом в чем проблема проблема в том даже если вы заплатите за 5 баксов к вам никто не придет потому что повторюсь это боты и эти паблики не делают должным образом рекламу они просто выставляют картиночку и пишут что вот автор такой мне не жалко пяти долларов но мне жалко того что он это бесполезная их трата для на эти деньги мы купить чашку кофе и там конкретном примере чашка кофе продуктивнее да поэтому смотрите есть фраза что любая реклама это хорошо нет реклама должна привлекать внимание если она этой функции выполняет то она бесполезна теперь будет ли это позитивная реклама или негативная это уже другой вопрос вот здесь я не берусь оценивать что лучше но реклама однозначно привлекать к вам в противном случае это не реклама это просто информация от вас это и страничка в википедии и то страничка в википедии была бы наверное лучше в долгосрока поэтому если мы говорим о пиар маркетинг рекламу особенно для художников нужно очень-очень четко понимать что вы хотите делать со своими соцсетями для кого вы хотите делать каким образом то есть если вы начинается социальные сети сейчас там хорошо продумать уже какой результат вы хотите вы хотите собрать комьюнити друзей вы хотите собрать дискорд вы хотите собрать себе патреон вы хотите собрать себе школу учить людей рисовать и вам нужна какая-то конечная цель и я понимаю что конечная цель для социальных сетей звучит достаточно как бы сказать простенько но тем не менее потому что ваш образ он будет завязан на этой цели и неважно если вы ее достигнете и как бы потом же надо куда-то идти ваша первая цель в социальных сетях это ваш путь скажем так ваше обучение потому что вы будете делать дальше после того как вы ее достигли первая эта ступенька ну например если вы хотите собрать художественную школу онлайн то ваша первая ступень это выбрать трех учеников вы их набрали что вы делаете то есть вот процесс процесс который вы прошли идя вот этой цели он вам потом поможет идти к дальнейшем и неважно вы можете после трех учеников поставить на 300 учеников это будет один и тот же процесс это будет не те же ступени и очень хороший лайфхак который я слышал уже очень давно это прописывать свою цель от ее конца то есть прописать те ступени которые должны быть но от конца то есть вот вы пришли к цели какая была предыдущая какая была предыдущая ступень и так далее и это дает вам более четкий план к действию теперь согласна ли я с тем что именно так нужно подходить к социальным сетям да очень очень формально очень стратегически очень очень сухо рассказал я скажу что это не обязательно но вы так или иначе поймете что то что вы делаете в социальных сетях это та же схема то есть даже если у вас нету цели социальных сетях и я сейчас говорю инстаграм пока неважно это абсолютно любая социальная сеть сейчас у них очень маленькая разница алгоритма но то о чем я сейчас говорю это то что даже если вы просто идете социальные сети на своих бабушек и мам вы делаете абсолютно те же шаги в итоге у вас точно также есть образ это то что вы выкладываете то о чем вы говорите точно также у вас точно также работает маркетинг когда вы участвуете в дюйтис обмена в реквесты секретном сайте да это тот же самый маркетинг когда вы просто взаимодействуете в чате как с другими художниками то это тоже пиар не делаете все те же ступени просто неосознанно если у вас нет цели то есть единственное что дает вам цель это осознанность ваш телодвижения скажем удобно ли вам это или нет это уже вопрос менеджмента и организации и об этом я поговорю в другом видео потому что это тоже очень большой шмат того что что делать чтобы продуктивно работать скажем так соцсетях и чтобы так или иначе обеспечить себе ну комфорт вот свои уже социальных сетей у меня пожалуй все я скажу от себя что я социальными сетями пользуюсь своими пользуюсь достаточно спокойно я я не делаю каких-то каких-то ошеломительных стратегий не составляю потому что мои соцсети это моя зона комфорта повторюсь что я работаю над чужими соцсетями там нужны стратегии там нужна продуманность там нужны планы поэтому на своих соцсетях я отдыхаю и тестирую то что я нахожу тело и хаки те новости и те какие-то новые фичи которые доступны либо недоступны вот из моей социальной сети это такой это свалка экспериментов вот поэтому я всегда и всем рада будет так что не бойтесь когда стучатся ко мне не будете писать комментарии у меня на этом все повторюсь что в предыдущих видео будут разговоры про тайм менеджмент будут разговоры про ну скажем так сухое развитие художника да если мы говорим про работу иллюстратора и фрилансера как стратегию и работу он говорит по листву с вами была мантия если вы впервые посмотрели мое видео я буду рада подписки лайку я надеюсь помогла вам получше понять что вообще делать что происходит когда вы постите в социальных сетях и жду ваши вопросы комментарии до следующего видео